Долорес Кеннон Иисус и Эссеи Беседы сквозь тысячелетия Это удивительная книга. Является ли она доказательством существования прошлых жизней? Действительно ли субъект исследования Кэти была когда-то Эссеем по имени Садди, учителем Христа Иоанна Крестителя? Или, быть может, Кэти под гипнозом подключилась к коллективному бессознательному хроникам Акаши человечества и принесла нам бесценную информацию о эсейской общине в Кумране, об учебе Иисуса у Эссеев, о его жизни, смерти и воскрешении? Предисловие Предвижу вопрос. Почему, собственно, я решила, что мне позволено написать эту книгу, которая может разрушить или во всяком случае поколебать религиозные верования многих людей, как иудеев, так и христиан? Я хочу сразу же внести ясность. Очень прочная внутренняя связь. Уничтожение знания для меня – одна из самых ужасных вещей. Мне кажется, что эти люди передали мне символический факел через тысячи лет и километров. Я получила эту информацию не для того, чтобы она опылилась где-то на полке. Подразумевалось, что она должна быть открыта людям, жаждущим знания. Эти люди – эссеи, словно шепчут мне в само ухо. «Пиши», – говорят они мне. Слишком долго скрывалось наше знание. «Пиши», – не позволяй знанию исчезнуть. Поэтому я убеждена, что должна передать дальше то, что узнала сама. Если моя информация и причинит кому-то неудобства, надеюсь, все поймут, что не это было моей целью. А вот если эта книга заставит кого-то задуматься, значит, я старалась не зря. Я не могу утверждать, что все написанное в этой книге – абсолютная истина, бесспорные факты. Я не знаю ответов и всерьез сомневаюсь, знает ли их кто-то из живущих ныне. Но для начала, пожалуйста, избавьтесь от шаблонов мышления, в плену которых вы живете с детства. Распахните окна своего разума. Смахните с них паутину самодовольства и впустите свежий ветер любопытства и стремления к новому. Наберитесь смелости постигнуть непостижимое. Наберитесь смелости оспорить бесспорное. Наберитесь смелости рассмотреть разные представления о жизни и смерти. И ваша душа, ваше вечное «Я» станет от этого только богаче. Часть первая Таинственные эссеи Глава первая Как все началось Странствовать сквозь время и пространство и навещать давно исчезнувшие цивилизации возможно. Возможно разговаривать с теми, кто давно умер, и заново жить и умирать вместе с ними. Возможно перенестись на сотни и даже тысячи лет назад, чтобы исследовать прошлое. Я знаю, потому что я это делала, и не однажды, а сотни раз. Я делала это с помощью регрессивного гипноза. Это метод, который позволяет людям вспомнить свои прошлые жизни и даже снова проживать их. Мы, люди, живем не одну, а множество жизней. Процесс перехода души после смерти тела в другое тело называется реинкарнацией. Существует еще представление о трансмиграции или перемещении сознания. Сторонники этой модели бессмертия души ошибочно полагают, что человек может в следующем существовании родиться животным. Мои исследования показывают, что когда душа человека воплощается, она всегда получает человеческое тело. Человек может, к сожалению, опуститься так низко, что станет звероподобным, но он никогда не примет звериного облика, поскольку у животных совершенно иной тип души. Я не знаю, почему некоторые люди считают идею реинкарнации столь трудной для понимания, ведь они могут соотнести ее со своей собственной жизнью. Все мы постоянно меняемся. Отсутствие перемен означало бы остановку роста. Остановившись, вы становитесь костными и начинаете умирать. Мы изменяемся до такой степени, что может возникнуть ощущение, будто мы прожили несколько жизней в течение одной. Мы ходим в школу, вступаем в брак, заводим детей, иногда вступаем в повторный брак. Мы можем менять профессию, порой начиная двигаться в совершенно другом направлении. Мы можем путешествовать или какое-то время жить в чужой стране. Несчастья, случившиеся с дорогими нам людьми, или их смерть могут причинить нам боль и страдания. Но мы полны надежды, мы учимся любить и достигать жизненных целей. Все это – этапы нашей жизни, и ни один из них не похож на другой. Мы совершаем ошибки, и хочется верить, учимся на них. Мы слышим, как люди говорят, «Не знаю, как я мог делать такие глупости, когда был моложе. Кажется, это было вовсе и не со мной. Я знаю, что никогда не смогу снова стать той юной старшеклассницей, какой я была когда-то. Я бы даже не смогла вступить в контакт с ней, такой робкой и наивной. Сейчас у нас не было бы ничего общего. Да и она бы никогда не смогла понять того непростого, многогранного человека, каким стала я. И все же мы с ней один и тот же человек. Мой взгляд на прошлые жизни таков. Мы знаем, что они у нас были, точно так же, как знаем, что у нас было детство. Прошлые жизни можно назвать детством души. Хочется верить, что мы научились применять знания, которые получили, пребывая людьми на протяжении сотен лет, полных уроков и ошибок. Но кому-то требуется больше времени, чтобы повзрослеть. Так и иным людям нужно прожить множество жизней, прежде чем они усвоят хотя бы один урок. Даже существование нашего собственного тела мы можем рассматривать как разновидность реинкарнации. наше тело постоянно изменяется. его клетки отмирают и обновляются в бесконечном круговороте. Без сомнения, у нас уже не то тело, какое было 10, 20 или 30 лет назад. Оно изменилось, к лучшему или к худшему. Мы можем рассматривать реинкарнацию как школу для души, как серию уроков с переходом из класса в класс, для того, чтобы мы могли развиваться и расти. Тогда мы больше не будем проклинать трудные времена, которые так часто выпадают нам, а научимся воспринимать их как контрольные работы и экзамены, которые мы сдаем или проваливаем. Мы не можем изменить то, что произошло с нами в этой или в прошлой жизни. Мы можем только извлечь урок из случившегося и следовать дальше, позволяя прошлому направлять и обучать нас. Учение о реинкарнации – философское учение. Оно не умаляет ни одной из признанных форм религии. Скорее, оно их усиливает. Делает богаче. Каждый, кто непредвзято изучит эту идею, поймет, что можно доверять и философии, и религии, которые ни в коем случае не вступают здесь в конфликт. Теория реинкарнации не относится с каким-то оккультным науком. Она учит любви и, следовательно, совместима с любой религией, основным принципом которой является любовь. Многие люди, вслепую, блуждающие в темноте, в поисках ответов, могут найти здесь то, что ищут. Это похоже на яркий свет в конце туннеля. Вы и вправду живете вечно, потому что душа бессмертна, она не может умереть. Жизнь — это бесконечное существование, в котором вы только переходите из одного тела в другое. Вы меняете тела с той же легкостью, с какой переодеваетесь. Когда одежда слишком ветшает и изнашивается, или рвется и портится, так, что ее уже нельзя починить, ее просто выбрасывают. Некоторым трудно это сделать. Они неохотно выбрасывают старую одежду, какой бы изодранной она ни стала. В конце концов, мы и вправду привязываемся к вещам. Но вы не являетесь телом, вы владеете им. Всегда есть люди, которые считают идею перерождения слишком сложной, слишком радикальной, слишком трудной для постижения. Возможно, они просто еще не готовы воспринять представление о реинкарнации. Так пусть они, исходя из своих убеждений, попытаются прожить самую лучшую жизнь, какую только возможно. Жизнь, которую они будут принимать и в которой будут учувствовать себя комфортно. Не стоит никому навязывать идею реинкарнации. Представление о путешествии назад во времени привлекательно для многих людей. В чем причина? В поисках истины, в притягательности неизведанного или в желании увидеть, как на самом деле жили древние. А может, в предположении, что в прошлом жизнь была лучше, чем теперь? Не потому ли так популярны всевозможные истории про машины времени? Может быть, человек втайне желает сбросить цепи, которые приковывают его к настоящему, и странствовать во время, не без границ и ограничений. Я регрессионист. Это современный термин для обозначения гипнотизера, который возвращает людей в их прошлые жизни. Я не использую традиционный способ гипноза, к которому прибегают, чтобы помочь кому-то сбросить вес, бросить курить или облегчить боль. Я серьезно интересуюсь реинкарнацией уже более 20 лет. Это началось, когда я наблюдала за экспериментами по регрессии, которые проводил мой муж-гипнотизер. Он использовал традиционные методы гипноза и наткнулся на реинкарнацию совершенно случайно, работая с женщиной, которая хотела похудеть. Мой муж после этого чуть не погиб в страшной автокатастрофе и целый год провел в больнице. После длительного трудного возвращения к жизни он потерял всякий интерес к гипнозу. Его жизнь потекла совершенно в ином направлении. Для меня же опыт приобщения к прошлым жизням оказался абсолютно позитивным, словно отворилась дверь в целый мир новых возможностей. Мне всегда нравилась история и это был очень увлекательный способ ее изучения. История становилась более живой, чем в книгах с их сухими, замшелыми фактами и датами. Этот метод походил на странствие через туннель времени и реальное знакомство с людьми, которые жили в прошлом. Он давал возможность разговаривать с теми, кто пережил исторические события такими, какими они были. Да, дверь открылась, и я мельком увидела неизведанное. Я не хотела, чтобы она навсегда закрылась для меня. Поскольку мой муж больше не интересовался всем этим, я должна была сама научиться проводить такие исследования. Мне не импонировали традиционные методы индукции транса. Я считала, что они требуют слишком много времени и утомительны как для субъекта, так и для оператора. Эти методики включали множество тестов для определения глубины транса. Я всегда подозревала, что большинство людей неосознанно противятся всяческим тестам. Их столько лет экзаменуют в школе, что они начинают сопротивляться, когда им кажется, будто они должны держать экзамен. Когда они занимают оборонительную позицию, им трудно расслабиться. Тесты применяются для оценки глубины транса из-за ошибочного убеждения, будто это как-то связано со способностью достигать бессознательного. Было доказано, что это неверно. Люди впадают в гипнотическое состояние много раз на дню и даже не осознают этого. Они ожидают, что оно будет совершенно отличным от того абсолютно естественного состояния, каким оно есть на самом деле. Как минимум дважды в сутки каждый проходит через глубочайшее из возможных состояний транса. Это случается, когда мы засыпаем ночью и непосредственно перед полным пробуждением по утру. Было доказано, что когда мы смотрим телевизор и сюжет полностью нас захватывает, мы входим в измененное состояние сознания. Это многократно происходит и во время поездки по однообразному участку дороги, при прослушивании скучной проповеди или лекции. Мы все очень легко входим в измененные состояния сознания и большинство людей были бы в шоке, узнай они, что пребывали в загипнотизированном состоянии, сами того не зная. Я чувствовала, что должен найти способ более быстрого и легкого погружения в транс для цели регрессии, способ, при котором можно воспользоваться этим естественно наступающим состоянием. Я изучила современные техники и обнаружила, что и вправду существует множество более быстрых и простых методов. В наше время эти методы применяют врачи, чтобы контролировать боль. Эти методики задействуют в основном области мозга, ответственные за визуализацию, делая возможным участие субъекта в процессе через применение управляемого воображения. Я на ходу придумала удачный метод и приступила к экспериментам в 1979 году. Я без труда нашла добровольцев, поскольку, кажется, интерес к философской идее реинкарнации существует, пусть даже он и основывается на простом любопытстве. Критики утверждают, что гипнотизер приказывает субъекту отправиться в прошлую жизнь, и воспоминания о ней являются результатом желания субъекта сделать приятное гипнотизеру. Моя техника в значительной степени предполагает отсутствие внушения. При обычных обстоятельствах я никогда не приказываю им куда-либо отправляться, все происходит спонтанно. Я собиралась отнестись к своему методу как к научному эксперименту и проверить, возможно ли его повторить. Применить его я собиралась к максимально возможному числу различных типов людей. Если бы удалось получить одинаковые результаты, я бы считала, что это доказывает обоснованность теории реинканации. Несмотря на мои попытки сохранить объективность, было трудно оставаться совершенно безучастной, когда оказалось, что 95% тех, кого я гипнотизировала, следовали одной и той же схеме, возвращались в прошлую жизнь и подтверждали рассказы друг друга. Мне говорили, что этому помимо реинкарнации могут быть и иные объяснения. Это, разумеется, возможно, но мои исследования приводят меня к убеждению, что участники исследования припоминают действительные события из своего прошлого. По мере того, как я возвращала в прошлое все больше и больше людей, я убеждалась, что мой метод работал применительно к разным людям, даже к необразованным и скептически настроенным. При этом испытуемые нередко не верили в прошлые жизни или даже не понимали, что я делала. И все же результаты были одинаковыми. Как и другие специалисты, исследовавшие реинкарнации, я думала добавить мои данные к растущему массиву материалов, собранных другими. Некоторые исследователи интересуются только статистикой, отражающей количество вспоминающих прошлые жизни. Но я люблю людей, поэтому меня интересуют их рассказы. Я предпочитаю работать с человеком индивидуально, а не заниматься групповой регрессией. Только таким путем можно получить целостный рассказ. К тому же в этом случае у руководителя есть больше возможности предупредить любые травмы, которые могут стать следствием подобных воспоминаний. С помощью этой техники практически каждый может вспомнить свои прошлые жизни. Даже в самом состоянии. Существует множество уровней гипнотического транса. Уровни эти могут быть измерены с помощью приборов в научной лаборатории. Чем глубже гипнотическое состояние при регрессии в прошлые жизни, тем больше деталей можно получить. Я открыла, что степень транса можно оценивать по физическим реакциям субъектов и по тому, как они отвечают на вопросы. В менее глубоких состояниях они даже не предполагают, что происходит что-то особенное. Они готовы поклясться, что полностью бодрствуют и не могут понять, откуда к ним приходит информация. Поскольку сознание все еще очень активно, они думают, что это всего лишь их воображение. В неглубоких трансовых состояниях человек нередко наблюдает события прошлой жизни так, как будто смотрит кино. По мере того, как транс углубляется, он попеременно то наблюдает прошлую жизнь, то принимает участие в ней. Когда же он видит все глазами другого человека и переживает эмоциональные реакции, наступает самая глубокая фаза. сознание становится менее активным и субъект погружается в то, что он видит и переживает. Наилучшие субъекты те, кто способен входить в сомнамбулическое состояние, в этом состоянии они полностью отождествляют с другой личностью и заново проживают ее жизнь, утратив представление о настоящем времени. Они становятся во всех отношениях личностями, жившими сотни и тысячи лет тому назад и способны изложить свою версию истории. Но они могут рассказать только то, что знают сами. Если это крестьяне, они не знают, что происходит в королевском дворце и наоборот. Они часто представления не имеют о событиях, которые описаны в любом учебнике истории, но которые ничего не значили в то время для них лично. После пробуждения они не помнят почти ничего, если только не приказать им сделать это. Субъектам кажется, что они просто заснули, и любые сцены, которые возможно остались в их сознании, похожи на исчижающие фрагменты сновидений. В сомном булическом состоянии они могут о многом рассказать, потому что во всех отношениях являются другим человеком, который действительно живет в тот период прошлого. Тот, кто никогда не наблюдал этого феномена, будет совершенно пораженным. это завораживающее и порой пугающее переживание смотреть, как испытуемый совершенно меняется и обретает совершенно иные интонации, голос и манеры. Человека сомнамбулу не так-то легко найти. Дик Сатфин, известный эксперт по реинкарнации, утверждает, что они встречаются в соотношении один к десяти. Он говорит, что если в комнате 30 человек, то трое из них возможно способны к сомнамбулизму. Я думаю, даже меньше. По моим наблюдениям, сомнамбулой являются приблизительно лишь каждый двадцатый. Многим людям чрезвычайно любопытно посмотреть, что происходит, поэтому они не отключают свои защитные механизмы даже в состоянии транса, и это препятствует их погружению в самое глубокое гипнотическое состояние. Я обнаружила, что прежде чем все эти защитные бастионы рухнут, необходимо, чтобы между гипнотизером и субъектом установилось доверие. Испытуемый должен знать, что он находится в абсолютной безопасности, я полагаю, что защитные механизмы разума работают в любом случае, потому что видела, как люди немедленно выходят из глубокого состояния транса, если видят или чувствуют что-то неприятное или страшное. Это очень похоже на усилие, которое мы делаем, чтобы выйти из состояния кошмарного сновидения. Моя техника гипноза заключается не в том, чтобы установить власть над чужим разумом, а в возможности создать отношения доверия и сотрудничества внутри этого разума. Чем большее доверие устанавливается, тем полнее сообщаемая информация. Нет, я еще никогда не встречала кого-то, кто оказался бы Клеопатрой или Наполеоном. То, что многие люди вспоминают жизни, которые оказываются заурядными или однообразными, для меня признак их истинности. По моему мнению, если бы кто-то взял на себя труд сочинить историю, чтобы порадовать гипнотизера, как-то предполагают эксперты, он придумал бы захватывающее приключение. Для меня это был бы вымысел. Такой человек видел бы себя героем, совершающим великие и необычные подвиги. Дело обстоит иначе. Необыкновенная, интересная жизнь уникальна и встречается редко. Гораздо чаще мы сталкиваемся с жизнью однообразной, скучной, приземленной. Точно так же дело обстоит и в действительности. людей заурядных, обычно ведущих монотонное существование намного больше, чем тех, кому удается попасть на первые полосы газет. Регрессии, которые я осуществляла, полны таких историй. Солдаты, никогда не бывавшие на войне, индейцы, жившие мирной жизнью вместо того, чтобы воевать с белыми, фермеры и поселенцы, которые не знали ничего, кроме непосильного труда, горя и бед. Некоторые только и знали, что ухаживали за своим скотом, выращивали хлеб и в конце концов умирали, состарившись до поры. Самыми запоминающими событиями в их жизни были свадьба, рождение ребенка, похороны или поездка в город. Большинство людей, живущих в наши дни, попадают в тот же разряд. Нет, в большинстве регрессий впечатляют не подвиги и деяния людей, но очень подлинные человеческие эмоции, которые они испытывали. Когда человек выходит из транса, а на щеках его еще не высохли слезы, вызванные событием двухсотлетней давности, никто не скажет ему, что это вымысел. Это подобно тому, как заново переживается восстановленное в памяти травмирующее событие детства, и много лет спустя все связанные с ним подавленные чувства выходят на поверхность. Никто не скажет вам, что такого события в детстве не произошло, поскольку нередко вы просто помните его, или оно может быть подтверждено другими людьми. В этом смысле регрессия подобна восстановлению детских воспоминаний. Можно найти для них подобающее место, понять, как они повлияли на настоящее и попытаться извлечь урок из извлеченных на свет воспоминаний. В качестве объяснения этого феномена говорят о криптоамнезии или скрытой памяти. Согласно этой теории вы что-то прочли, увидели, услышали где-то и когда-то и спрятали это в своей памяти. Затем под гипнозом вы без труда воспроизводите запрятанное и выстраиваете историю. Для меня такого объяснения недостаточно, если вы сохраняете скрытые воспоминания, то в вашей памяти хранится и все, что случилось с вами в этой жизни. Это факт. Но субъект Сомнамбула забывает обо всем, что не имеет отношения к периоду времени, в котором он заново проживает жизнь. В этой книге есть многочисленные тому примеры. Много раз бывало, что субъект не знал, о каких предметах я говорю, потому что их не было в то время. Иногда я произносила слово или фразу, которые были ему непонятны. Часто бывает нелегко объяснить простыми словами те вещи, которые нам хорошо знакомы. Попробуйте как-нибудь. Если человек пользуется скрытыми воспоминаниями, то почему он забывает факты современности? Они ведь тоже хранятся в памяти личности, живущей в настоящее время. Другая теория гласит, что субъекты действуют наверняка и обсуждают только тот период времени или ту страну, о которых имеют какое-то представление. Я много раз доказывала обратное. Вполне обычно для них говорить о жизни в культуре совершенно им неизвестной. Часто они даже не знают, где находятся, им все незнакомо. Их превосходные воспоминания о стране и ее обычаях или верованиях позже можно проверить научно. Такое многократно происходило с субъектом Сомнамбулой, о котором говорится в этой книге. Я бы не сказала, что обсуждать жизнь, которая протекла две тысячи лет назад на другом краю Земли, значит действовать наверняка. И все же можно только восхищаться предельной точностью ее воспоминаний. Исследования подтвердили, что эти воспоминания совершенно поразительны. И это лишь одна из жизней, воспроизведенная ею во время нашей работы. Поскольку мое писательское любопытство ненасытно, у меня было желание погрузиться в этот исследовательский проект. Я намеревалась вернуть в прошлое как можно больше добровольцев и собрать полученную от них информацию. В книгах, описывающих различные исторические эпохи, я посылала в один и те же периоды времени многих людей, которые подтверждали рассказы друг друга тем, что сообщали одинаковую информацию о тогдашних условиях. Возможно, этот мой проект еще удастся воплотить в жизнь. Но когда я познакомилась с Кэтрин Харрис, имя и фамилия изменены, я поняла, что моя работа с ней разрушит мои предыдущие планы и сама по себе составит не одну книгу. Информация, пришедшая из ее бессознательного, была уникальна и содержательна, и я решила, что она чрезвычайно важна. КОНЕЦ